травка зеленеет солнышко блестит ласточка с весною в сене к нам летит у нас правда не ласточка а воробушек поет на подоконнике но все равно возвещает о том что уже весна и пора заняться садовыми участками я очень рада что вы заглянули камин на канал меня зовут лена вы на канале ellen brook и сегодня я предлагаю вам обзор нашей теплички нашего парника который мы в прошлом году своими руками водрузили на нашем участке у меня есть первая часть видео в котором я подробно все показываю и если вам интересно загляните обязательно и посмотрите ссылочка будет и под видео и на экране также в этом видео я обещала вам что сделаю год спустя обзор этой теплицы и сегодня выполняю свое обещание и возвращаюсь к нашему парнику ровно год спустя так он перезимовал на нашем участке конечно же без той пленочки которую видите сзади мы ее только что укрепили а конструкция вот так выдержала целую зиму скажу вам на отлично нету никаких нареканий на качество пластика или на или на качество конструкции все видите своими глазами сейчас на экране вот пришла весна и мы будем опять нашу тепличку по-новому реконструировать и готовить к сезону как видите по бокам мы вырыли такие траншеи это для того чтобы потом спустить в них пленку и засыпать ее землей а также на экране вы видите такие металлические трубы которые мой мой муж в копал для того чтобы также укрепить позицию теплицы во время сезона чтобы она не перемещалась и ничего плохого не случилось с ней на экране вы видите заклепки этими заклепочками мы будем укреплять нашу пленку на передней и задней стенке это такой способ как например на женских бигудях сверху то есть хорошо очень держит и фиксирует пленку она уже никуда не убежит и не выскользит это мы вам можем уже гарантировать после года использования вот так сейчас мы укрепляем эти стеночки как видите все очень быстро и удобно итак фронт и задняя стенка уже готовы и нужно теперь взяться за основную пленку так она у нас сохранилась мы ее осенью сняли хорошо свернули и теперь разворачиваем в длину теплицы и будем набрасывать сверху вот так и теперь дело за тем чтобы ее хорошо укрепить сначала нужно все разровнять и оставить одинакое количество пленки с одного из другого бока чтобы потом закопать в землю как видите мы сейчас только вступительно так укрепим пару лопат земли чтобы пленка не съезжала и начнем укреплять с двух сторон основательно обращаю ваше внимание что спереди здесь сделан такой туннельчик и в нем продета веревочка это не случайно это для того чтобы потом ее стянуть и она будет держать форму пленки сзади и спереди сейчас я вам все детально покажу сначала нужно укрепить пленку основательно закопать и хорошо утрамбировать землю вот так с одной стороны и теперь натягиваем шнурок с одной и с другой стороны снизу и завязываем и теперь видите что шнурок очень хорошо держит основную пленку делается такой козыречек который не позвать не позволяет пленки даже под силой ветра соскочить с конструкции это даже можно делать самому если вы делаете тепличку своими руками основательно тогда можно утюгом сделать такой такой туннельчик и в него продеть веревочку а мы тем временем закапываем пленку с другой стороны и сзади также натягиваем шнурок и завязываем его на серединке и тем самым еще раз укрепляем пленку на теплице теперь застегиваем это тоже очень удобно поскольку этот она очень герметично закрывается и также замочек можно открывать на такой на такой уровне на котором нам это нужно во время пользования и так вы видите что тепличка списалась на пятерку или на шестерку даже мы очень довольны качеством очень довольны конструкцией смотрите берите на заметку те детали которые вам как раз нужны а я очень благодарна вам за то что вы остались сегодня вместе с нами друзья подписывайтесь на канал заходите в гости у меня очень много полезных видео и рецепты и путешествия полезные советы пользуйтесь делитесь соцсетях чтобы как можно больше людей могло также воспользоваться а я говорю вам до новых встреч друзья в новых видео субтитры сделал DimaTorzok